Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И чтобы не заставлять, не захламлять. И вот это меня приучило, знаешь, как избавляться. К минимализму какому-то. К минимализму, да. В чем еще может проявляться минимализм и вот эта чистка? Понятное дело, это вот вещи, бумаги, это все можно просто складывать в кучку, в коробки выбрасывать, либо где-то оставлять, если может когда-то не понадобиться. Но где еще можно? Что можно еще чистить? Потому что вот пост был посвящен еще чему? Это мобильный телефон у нас, это шкафы, да? А вот что еще можно? И как вот с мобильным телефоном даже элементарно? Это тоже порядок там должен быть. Да, я полностью согласна. И скажем так, первый этап это квартира, это чистота. Второй этап это информационный шум. Ни для кого не секрет, что мы живем сейчас, такой у нас период информации. Да, информация это всюду. Мы просыпаемся утром, мы уже скроллим ленту, какие там новости. Утром мы просыпаемся уже 43 оповещения с этой же лентой. Да, мы начинаем читать, мы за какой-то комментарий зацепились, начинаем отвечать этому человеку минус 20 минут из жизни. За эти 20 минут можно было сделать зарядку, на которую у нас и так нет времени, да, почему-то. Ну вот и почему. Поэтому я рекомендую всегда делать чистку пространства. Что? В чем она заключается? Просмотреть ленту Facebook, социальных сетей и понять, что вам приносит пользу, что нет. Если вы понимаете, что там Петя прекрасный человек, но когда вы читаете его посты, у вас начинает дергаться левый глаз, вы переживаете за ситуацию в стране. Да, ситуация в стране нелегкая, но как решить это конкретно ваши там проблемы жизненные? Подарить ли вам нужный настрой этот пост на день? Ну вот вы прочитали, вы уже грустите. То есть сделать, по сути, свою ленту таким мотиватором на день? Мотиватором на действия, мотиватором на изменения, польза, чтобы была. Я много читаю своих коллег по своей теме, которые меня наполняют. Дальше, контакты в телефоне. Очень часто, ну я, например, сохраняю все телефоны в книгу. Я вчера этот пост, когда я еще раз перечитывал, зашел, не даст соврать наш режиссер, зашел через гугл чистить свои контакты. Думаю, что мне нужно, а что нет, потому что миллион ненужных, тех, у которых номера уже, к сожалению, их нет. Людей, они поменяли эти номера, но они у меня хранятся. Они хранятся, да, это такой вот мини-балласт. И я верю в то, что, когда мы очищаем, появляются новые люди, новые нужные контакты, фотографии, фото на телефоне, качественные, некачественные. 325 кадров из одного и того же события нужно чистить. Это, опять же, скажем так, балласт. По фотографиям, конечно же, Юлия Викова переплюнула всех, потому что ее аккаунт в Инстаграме в прошлом году был лучшим в Николаеве, понимаете, по красоте, по мнению Никлайфа. Спасибо большое. На самом деле у нас очень много классных аккаунтов и очень много творческих, талантливых людей, за которыми я слежу. Они меня вдохновляют. Я когда увидела себя, скажем так, в этом рейтинге, мне было приятно, но я как-то так... Для меня это неожиданно. Естественная скромность. Да, да. Приятно, но неожиданно. Телефон, дальше что можно еще чистить? А еще отпускать определенные ситуации. Даже так? Да, но это уже такая психологическая работа глубокая. Мы очень часто переживаем о том, чего уже нет. То есть ситуация была 5 лет тому назад, мы сказали что-то человеку, и мы иногда, знаешь, так флешбеками возвращаемся и думаем, надо было по-другому. Этого нет. То есть очень важно закрывать вот эти вопросы и жить вот в этом моменте, который... Вариантом закрыть эти вопросы, как переговорить с человеком, либо вообще забыть об этом, либо... Потому что забыть тяжело полностью. Ну, иногда можно простить, если недостаточно внутренней силы обращаться к специалистам, к психологам, да, чтобы прорабатывать эти ситуации, но не жить с этим. Если вы понимаете, что это каким-то там грузом тяготеет на душе, то все-таки лучше эту ситуацию решить и закрыть. Легче будет, да, как говорят, отпустить. Ну, на словах это так легко, отпустить. Что значит отпустить, да? Вот. Или переговорить с человеком, или попросить прощения, да, ну, если там возникала какая-то ситуация. Все можно всегда исправить, поставить точку. Вот. Это глубокая такая часть. Ну, да. То, что уже психологически, чтобы нам не мешало двигаться к новым целям каким-то. Поэтому, если делать такой вот итог, все можно начать с самого главного, это с пространства вокруг себя. То есть, это дома, шкафы, шкафчики, стол рабочий, чтобы там не было захламленности, даже элементарно холодильник. И компьютер. Да. Да, рабочий стол. Тот сбор информации, который у нас там хранится, это просто кладези. Да, закладки, которые мы там, я не знаю, я когда вижу количество закладок у людей, я думаю, зачем? Ну, то есть... Ну, проблема есть, я могу сказать, вот я тоже иногда в поисках информации сохраняю эти закладки с мыслью, что может быть потом. Но есть хорошая функция, закрыл браузер, все потерялось. Так что... Да, да, да. Поэтому, друзья, чистим все вокруг, что не нужно нам. И реально хороший вариант, это подумать, нужно это или нет. Да. Потому что покупать всякий хлам не всегда надо. Ну, что ж, спасибо большое тебе за то, что сегодня пришла, сделала вот такой итог от своего поста, скажем так, в эфире уже. Потому что реально, друзья, это действует, явный пример нашей сегодняшней гости. Еще раз напоминаю, что сегодня спілкувалася и с тренером персонального развития Юлией Викал.